Здравствуйте, меня зовут Эммануэль, я приехала из Франции, из Страсбурга. Рита меня пригласила, чтобы я презентовала здесь свою печатную мастерскую Папье Гошет. Папье Гошет. Мы начали 10 лет назад, мы заскваицировали общественное здание. И через 3 года после этого нас оттуда выселили и нам пришлось бороться за то, чтобы найти себе новое место для работы. Сейчас у нас в мастерской работает 10 человек и мы используем типографию. Этчинг, гравюра, гравюра, сильскрин, шокография и литография. Мы печатаем книги и афиши. И для нас важно проводить обучение для других людей, мы учим их этим техникам. И у нас нет определенных идей насчет искусства, мы просто работаем с людьми, которые хотят делать книги. Например, мы здесь работаем. Мы работаем с музыкантами, которые хотят выпустить плакаты или футболки. На этом столе вы можете увидеть книги, которые мы печатаем. На этом столе вы можете увидеть книги, которые мы печатаем. Я не привезла их абсолютно все, потому что многие из них уже распорваны. Также мы летели на самолете. И я не знаю, что рассказать конкретно про нашу работу, но мы стараемся как можно больше в свою работу. и как можно больше всего делать руками и как можно меньше использовать компьютеры. Я покажу некоторые книги. Например, эти книги были сделаны для детей. Вот эти книги делали дети, например. Мы писали книги, но они писали и рисовали. Это наш первый книг. Это была наша первая книга. Но это было 40 страниц. 40 страниц. А, 40 страниц было для детей. А это тоже от них осталось? Собственно, оригинальные капоты. Кассеты. А это... Кассеты. Это компиляция танцевальных музыкантов из Дразбурга, где я живу. И они вместе работают и выступают. Я не знаю, что сказать. Нет. И если у вас есть какие-нибудь вопросы... То есть, это принципиальная позиция, чтобы использовать компьютеры, когда вы делаете новеллы? Это принципиальная позиция, чтобы использовать компьютеры. Это принципиальная позиция, чтобы использовать компьютеры. Или... Как сказать... Это более демократичная работа с руками, потому что нет необходимости изучать программное обеспечение. Какие копии обычно используют в первой копии? Вместо 100 и 400. Наш тираж обычно для издания создает от сотни до четырех сотен земляров. Но в блокадах мы печатаем меньше. Обычно пятьдесят или восемьдесят. У вас есть специальные машины или что-то такое? Да. У нас есть много машин. У нас есть хорошая площадка для работать. У нас есть машины для сейфа. У нас есть автоматическая машина. Ага. У нас есть шесть месяцев. У нас есть машины для сейфа. У нас есть, например, станок для ручной работы. А также появился шесть месяцев назад автоматический станок. Вот сейчас мы его изучаем, как на нём работать. А здание, которое было сплотом, где мы жили в начале, сейчас мы его не заселяем, потому что оно было снесено. И когда сплот был, мы там и работали, и жили, и сейчас то здание, которое мы занимаем, мы там только работаем. И мы еще занимались тем, что ремонтировали велосипеды, организовывали концерты, но сейчас у нас нет такой возможности. Доброе утро! Смотрите! Доброе утро! У вас есть специальные авторы, которые пишут историю или novels, или что-то. Кто пишет эти истории? У вас есть специальные авторы? У нас есть некоторые авторы, которые живут. Это был советский советский. Это был старый текст. Он уже живет в 50-х. Он уже живет 10 лет назад. У нас есть некоторые тексты вообще архивные. Один из авторов, он умер еще в 50-е годы. И другой автор, он умер тоже 10 лет назад. Только я и кайбу на чем-то прописываю. Я сама говорю. Двое утро. Они вместе. Двое утро. Двое утро. И здесь, например, коллаборация. Парень написал историю и девушка сделала иллюстрации. Это был обычный человек, который живет в горах. Здесь авторы пишут у него серии рассказов про человека, который живет в горах. А здесь журналистика, посвященная Чили в 70-х годах. Так, ну вопрос по поводу того, как мы выбираем авторов. Обычно мы встречаемся. Это очень важно для нас работать с людьми. Обычно мы не работаем через интернет. Они нам отправили фотографии или что-то, и мы их рисуем. Мы должны работать физически. Нам очень важно встречаться. в живых городах. Вы знаете, как много коллег или группы артеров, которые работают так же, как вы? В Франции? В Франции, может быть, вы... В Франции очень много подобных печатных мастерских и так же проводятся ярмарки, где мы встречаем наших клиентов. Я понимаю, у меня есть конкретные моменты, чтобы доходить выпить к Ивову. Да. В Франции, в Венгрии, в Германии, в Швейцараде. И в Франции, в Германии, в Бельгии, в Швейцарии очень многие люди интересуются такими книгами. И есть специальные магазины, которые торгуют такой малопечатной продукцией. Я беру деньги от государства, потому что я не работаю. Я беру деньги от правительства, потому что у нас есть вакансии системно-социального освещения для тех, кто не работает. Все нормально. И это позволяет нам работать для бесплатно для печатных книг. И таким образом у нас возникает возможность работать бесплатно над печатью книг. И мы за деньги мы даем уроки по печатному делу, но эти деньги мы не себе забираем. Мы ими оплачиваем аренду, также оплачиваем чернила, допустим. Сегодня мы приезжали на печатную работу. Смотрите, это правильно. для моего флота, для моего дня и для моего учебника. И уроки, которые мы даем, это для опубликования. Ну, собственно, деньги, которые я от комитета получаю, я плачу жилье, свои повседневные нужды. А то, что мы получаем с уроков, мы вкладываем в производство. А то, что мы получаем с уроками, мы получаем с уроками. Я хочу сделать что-то из коммерческого успеха. Я хочу сделать что-то из коммерческого успеха. Если вы сделаете силикографию, я хочу сделать что-то из коммерческого успеха. Я думаю, что мы слишком дороги для этого. Но мы выберем, чтобы быть дорогими. Может быть, для вас это очень дорого, я не знаю. Но в Франции это не так. Наши цены очень низкие. И мы делаем это на основе. Тогда это не имеет никакого значения. Насчет коммерции. Возможно, для Украины расценки напечатанной продукции будут высокими. Но по французским меркам мы стараемся делать ценника максимально низким. И у нас именно такая цель, чтобы продукция была как можно более доступна. Чтобы кто угодно мог купить. Я думаю, 18. 18? 18. 18 книг мы уже опубликовали. В течение 10 лет? Да. По книге в год? Иногда 3 недели, иногда 6 месяцев. Это зависит. Иногда раз в 3 недели, иногда раз в 6. 10 месяцев. Она зависит. 80. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 19. 19. 19. 20. 19. 20, 20. Субтитры делал DimaTorzok Спасибо.